Философы оперируют подобными идеями уже несколько десятилетий. Их часто называют постмодернистскими. Изначально эти идеи использовали для свержения власти или чтобы сделать запретные темы, приемлемыми для политической дискуссии. Но теперь новое поколение политиков использует их для укрепления своей власти. Знакомьтесь, это постмодернистский политик. Он не просто манипулирует фактами, как его предшественники, но полностью разрушает представление о том, что единственная объективная истина может существовать в принципе. Взять, к примеру, Дональда Трампа. Его не смущает, что он противоречит сам себе. Например, сначала он хвастался тем, что однажды притворился собственным пиарщиком, а затем отрицал это. Он настаивает на фактах, которые большинство СМИ называют ложью. Например, что зрителей на его инаугурации было больше, чем у Обамы. Или что он выиграл выборы по числу голосов избирателей. Путин отличается таким же пренебрежением к фактам. Когда его армия открыто аннексировала Крым, он самодовольно выступал по телевидению и говорил, что российских военных на Украине нет. А Трамп заявил, что мы никогда не узнаем, кто сбил самолет MH17, хотя все доказательства указывают на то, что это сделали сепаратисты, подконтрольные Путина. Путин и Трамп подрывают саму возможность определения объективной реальности. И это тактически умный прием. Таким образом, они уничтожают пространство, в котором против них можно выдвинуть рациональные контраргументы. Любая критика теряется в тумане неведения. Более того, постмодернистская неприязнь Путина и Трампа к объективным фактам, возможно, делает их привлекательными. В конце концов, факты — вещь неприятная. Они говорят о том, что однажды вы умрете, что вы, возможно, не обладаете красивой внешностью, богатством и умом. Они напоминают вам о ваших недостатках. Сбросив груз фактов с плеч, можно испытать бунтарскую радость. Неприязнь Трампа к правде — это анархическое освобождение от мрачной реальности. Он ведь пришел из фантастического мира реалити-шоу — того магического места, где обычные люди могут прорвать барьеры классового и умственного неравенства и стать богатыми и знаменитыми. Что же, получается, постмодернистский политик непобедим? Совсем нет. Независимо от того, строите ли вы мост или новое общество, нужны факты, чтобы доказать, что все идет, как вы задумали. Факты — часть прогресса. Не случайно Трамп и Путин смотрят в прошлое. Они торгуют фальшивыми воспоминаниями, чтобы сделать Америку или Россию снова великой. Ностальгия вызывает в людях эмоции, но чтобы вернуться в мир фактов, нельзя сбрасывать со счетов страсть. Как это ни парадоксально, но для того, чтобы представить себе привлекательное будущее, требуется воображение.